МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот самолет начали выпускать полвека назад. Он стоит на вооружении многих стран и сегодня. Уникальный случай в истории современной боевой авиации. Самый массовый в мире сверхзвуковой истребитель МиГ-21 в фильме «Оружие». В 1953 году в ОКБ «Микояна» приступили к работам по созданию легкого фронтового истребителя-перехватчика, способного бороться с высотными, сверхзвуковыми бомбардировщиками и тактическими истребителями противника. Реактивная машина нового, второго поколения, конструировала с учетом боевого применения истребителей МиГ-15 во время Корейской войны. Основными признаками самолетов второго поколения являются следующие. Первое. Сверхзвуковая скорость полета. Второй признак. Это наличие достаточно полноценной локационной станции, запрягаемой с вооружением. В начальной стадии разработки у МиГ-21 было два прототипа. Е-2 со стреловидным крылом и Е-4 с треугольным. Сложилась ситуация, когда наука отстала от практики, и разобраться в преимуществах и недостатках крыльев разной формы могли только летчики. А цель была одна — скорость. В 1954 году первым в небо поднялся Е-2. Внешне он был похож на МиГ-19, с той разницей, что на нем стоял один двигатель, а крыло стало тоньше. Параллельно шли работы над второй опытной моделью с треугольным крылом. 16 июня 1955 года машину поднял в воздух летчик-испытатель Григорий Седов. Седов Григорий Александрович. Заслуженный летчик-испытатель СССР. Генерал-майор авиации. Лауреат Ленинской и Государственной премии. Герой Советского Союза. В 1952 году первым в стране в горизонтальном полете достиг скорости звука. В 1970-1998 годах на конструкторской работе в ОКБ «Микояна». Главный конструктор МиГ-23, МиГ-27, МФИ. Е-4 не достиг расчетной скорости. Помешало высокое сопротивление хвостовой части. Улучшив аэродинамику, конструкторы отправили на испытание новый опытный образец – Е-5. Впервые в истории самолетостроения его скорость превысила 2000 км в час. Модель со стреловидным крылом соревнование проиграло. В результате предварительной оценки выяснилось, что самолет с треугольным крылом имеет несколько, пусть на первый взгляд, не очень существенных, но все-таки преимуществ. А преимущество достигается очень чрезвычайно трудно. В числе преимуществ самолета с треугольным крылом были очень тонкое крыло. Очень тонкое крыло, что позволило иметь меньшее лобовое сопротивление и, в особенности на сверхзвуковых скоростях, улучшить характеристики разгона. Треугольное крыло было проще в изготовлении в серийном, чем крыло, конкретно вот это крыло, стреловидное. На следующем прототипе установили форсированный двигатель, с которым самолет был запущен в серии. Истребитель получил обозначение МиГ-21 с индексом «Ф». Его серийное производство началось в 1959 году. МиГ-21Ф — одноместный многоцелевой истребитель. Название по классификации НАТО — «Фишбет». Длина — 13,46 метра. Размах крыльев — 7,15 метра. Максимальная взлетная масса — 8625 килограммов. Силовая установка — турбореактивный двигатель Р-11Ф-300. Максимальная скорость — 2175 километров в час. Скороподъемность — 13500 метров в минуту. Практический потолок — 19 тысяч метров. Практическая дальность — 1520 километров. Вооружение. Две скорострельные авиационные пушки НР-30 калибра 30 миллиметров. Неуправляемые авиационные ракеты. Управляемые ракеты. Авиабомбы массой до 500 килограммов. Пора становления нового истребителя пришлась на период, когда советские лидеры и в первую очередь глава партии и правительства Никита Хрущев уверовали в безграничные возможности и всемогущество ракетной техники. Конец 50-х, начало 60-х в СССР стал без преувеличения периодом всеобщей ракетной психопатии. В тот момент будущее истребительной авиации виделось многим военным теоретикам очень простым. Перехватить на сверхзвуке 200-тонный бомбардировщик противника, выпустить по нему одну-две ракеты и вернуться на базу. Воздушный бой таким образом отменялся. В крайнем случае предусматривался короткий поединок по той же схеме сближение с противником на предельной скорости и ракетный залп. По команде свыше МиГ-21 в варианте перехватчика лишился устроенных кошек. На его борту осталось лишь две ракеты Р-3С класса «Воздух-воздух». Но очень скоро самолету предстояла работа в небе, и ее результаты посрамили все теории о чудодейственности ракетного вооружения. Первую победу истребитель одержал 10 марта 1964 года в небе Германской Демократической Республики над Магдебургом. Был сбит американский самолет-разведчик. Однако боевой дебют МиГ-21 мог произойти гораздо раньше. Впервые реальная боевая задача перед новой машиной была поставлена 1 мая 1960 года. Американский разведывательный самолет «Локхит-У-2», пилотируемый Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, нарушил воздушное пространство СССР. В это время четыре истребителя МиГ-21 Липецкого центра боевого применения ВВС находились на аэродроме в состоянии полной боевой готовности с подвешенными блоками ракет и заряженными пушками. Летчики, дежурившие в кабинах, должны были уничтожить самолет-нарушитель любой ценой. В качестве крайнего средства допускался таран. Однако высокий американский разведчик был сбит зенитной ракетой в районе Свердловска, и новейшие МиГи использовать не пришлось. Политическая конфронтация между Советским Союзом и Соединенными Штатами в 60-е и 70-е годы нашла отражение в локальных конфликтах, за ходом которых с особым вниманием наблюдали военные специалисты, в том числе авиационные. В октябре 1962 года полк 21-х был переброшен на Кубу для обеспечения противовоздушной обороны развернутых в этой стране советских баллистических ракет. Советские истребители вели только демонстрационные действия без применения оружия, препятствуя американским самолетам выполнять разведывательные полеты над островом. К счастью, кризис, грозивший глобальной ядерной катастрофой, удалось разрешить дипломатическим путем. Настоящей возможностью продемонстрировать боевые качества МиГ-21 стала война в небе Северного Вьетнама. С обеих сторон в ней участвовали самолеты десятков типов. Однако главная тяжесть противоборства в воздухе легла на крылья двух типов боевых машин. Исход схваток между которыми и определял ход борьбы. Со стороны США основным был истребитель Макдоналд Дуглас Ф-4 «Фантом-2». Это тяжелая двухместная двухдвигательная машина. Взлетная масса 20 тонн. Первоначально предназначалась для обеспечения противовоздушной обороны американских авиационных соединений. Макдоналд Дуглас Ф-4 «Фантом-2». Многоцелевой истребитель, перехватчик, самолет наземной поддержки. Производился с 1958 по 1979 годы. Гибкость конструкции сделала его первым типом самолета среди американских машин, который использовался одновременно военно-воздушными силами, военно-морским флотом и корпусом морской пехоты. Всего было построено 5195 фантомов различных модификаций. До сих пор самолет находится на службе в военно-воздушных силах девяти государств, среди которых Германия, Греция, Турция, Израиль, Япония, Южная Корея. В начальный период войны ВВС и войска ПВО Северного Вьетнама располагали только 25 дозвуковыми истребителями МиГ-17 и несколькими МиГ-15БИС. Эти незначительные силы не могли оказать серьезного противодействия американцам, летавшим в небе Вьетнама, как у себя дома. Но с помощью советских военных специалистов вьетнамцы выработали тактику использования своих истребителей, которая позволяла в условиях многократного численного превосходства противника наносить ему ощутимые удары. Небольшие группы МиГов баражировали на малой высоте, вне зоны видимости радаров противника. При появлении вражеских самолетов вьетнамцы неожиданно атаковали их боевые порядки, расстреливая из пушек тяжелодруженные бомбами ударные машины. Появление на театре военных действий 21-го МиГа внесло решительные перемены в ход боевых действий в воздухе. Впервые самолеты этого типа вступили в бой в апреле 1966 года. Были применены новые тактические приемы введения воздушного боя. Истребители МиГ-17 наносили отвлекающий удар, а затем в дело вступали 21-е, атакуя вражеские самолеты сверху или заходя им в хвост. Теоретики ракетного боя были посрамлены. Во вражеский самолет попадала лишь одна ракета из 11-ти. Пушечное вооружение на 21-е вернули. Это немедленно сказалось на результативности атак северо-вьетнамских истребителей. Применение самолетов МиГ-21, которые провели несколько сот, по некоторым данным 540 воздушных боев, было достаточно успешным. В качестве меры успешности обычно и, наверное, справедливо используются отношения потерь. Так вот, соотношение сбитых МиГ-21 самолетов к собственным потерям 3,1 сбитых самолета на один потерянный МиГ-21. Такое соотношение считается вполне достойным и говорит о высоких боевых качествах как самолетов, так и пилотов. В ходе боевых действий с 1966 по 1972 год, потеряв 54 собственных МиГ-21, ВВС Демократической Республики Вьетнам уничтожили в воздушных боях 103 американских «Фантома» и большое число ударных самолетов, среди которых было два стратегических бомбардировщика Б-52. Боевое применение 21-го МиГа дало богатую пищу для размышлений конструкторам и тактикам военно-воздушных сил всех ведущих авиационных держав мира. Рассказ об этом мы продолжим в следующем фильме «Оружие». «Оружие»